Как понять, вампир ли я? Я нашёл, я вообще раньше думаю, как бы вампиров вычислять? Вампиры вычисляются, знаете, карманом. Если ты в долгах, ты вампир. Деньгами. Если у тебя много долгов, ты вампир, значит, ты больше берёшь, чем отдаёшь. Я долго выяснял вот эти вещи все, но не мог найти определение. Вот как понять, вот если ты в долгах, то у тебя точно у тебя проблемы. Ты начинаешь вампирить с людей, просто обрати внимание, как ты себя ведёшь. Ты начинаешь дай, 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 а отдавать ничего не можешь. Таким людям отдать очень тяжело. Поэтому важно учиться отдавать, но научиться не спасать. Потому что вот наше советское общество, оно всё устроено на том, чтобы сначала для кого-то, потом для меня. И мы всех спасаем. А спасание возникает тогда, когда ты не спрашиваешь у человека, нужна ему твоя помощь или нет. Ты его догнал и нанёс ему непоправимую пользу. Он говорит, я не хочу есть, сука, жри. В глотку ему туда прям забиваешь. И зато я хороший теперь. Это люди, которым не хватает любви. Это люди, которым не хватает любви, и они её выпрашивают. Я же тебе помог, я же хороший. Ты тогда хороший, ты раз, а во всё, хорошо. Это извращённая форма любви к себе. Я не могу любить себя напрямую, но я могу любить себя через людей, поэтому давай я всех буду спасать, а меня все будут благодарить. Поэтому грань между манипуляцией и тем, что я действительно… Хотя бы дождись, когда что-то тебя попросят. У меня очень много стало знакомых, которые хотят попасть на тренинг, и им неудобно попросить. Я знаю, что они хотят посетить, но им как-то… Я всегда молчу, я не зову, и родственников я сильно не зову. То есть кто проявляет интерес, я говорю, если хочешь, приди. Если не проявляешь интерес и не просишь, я отмораживаюсь, я делаю вид, короче, скидываю номер организатора, говорю, туда позвоните, короче, я ничего не знаю. Типа там договаривайтесь. Но кто истинный интерес проявляет, я говорю, ну, приходите, я всегда зову. Поэтому вот. Но проблема спасателя у меня была. У меня был период, когда меня не звали на день рождения, потому что все заканчивалось на полу в Болевотине и там непонятно в чем. Потому что всегда найдется в компании человек, который спросит, а чем ты занимаешься? И начинаю показывать, и в общем это вот все проявляется.